МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По различным направлениям изо-студии, декупаж, вязание, рисование, вышивка. В общем, на все, что можно. Вот девочки в тенем кабинете сейчас вырезают цветы, там очень красивые. Кроме того, здесь есть зал для занятий спортом, комната отдыха. Клуб только открылся, а в нем уже многолюдно. В творческой мастерской участники проекта «Активное долголетие» из обычной бумаги создают цветы. И вроде бы образец один на всех, а результат у каждого свой, неповторимый. Работалась с душой, с интересом. Я вот эту бумажную пластику прям зауважала, потому что я не думала, что так из простой бумаги может получиться. Посмотрите, такой красивый цветок. Я не то, что хвалю свою работу. У всех замечательные цветы с разным характером, буйство, вот такая скромность, такая тишина. А у меня оттенок вот такой сиреневый получился. Я думаю, что это просто чудесно. Безопасность участников проекта в приоритете. Теперь, чтобы прийти в клуб, нужна справка о наличии антител к коронавирусу или о вакцинации. Впрочем, прививку от COVID-19 можно сделать прямо здесь. Желающих много, но очереди нет. Прививочка делается в плечо, в любое, в каком-то. Здесь же в клубе ведет прием терапевт. Без осмотра до вакцинации не допустят. Обязательные условия – хорошее самочувствие и отсутствие противопоказаний. Специально готовиться к прививке не нужно. На дачу уезжать нужно уже быть привитыми. Этой болезни, кроме прививки, пока никакого лекарства нет. С соблюдением всех мер безопасности участникам проекта «Активное долголетие» предстоит наверстать упущенное. В планах мастер-классы, спортивные занятия и экскурсии. Все то, что мы планировали до пандемии и с таким наращиванием оборотов, все это сейчас будем восстанавливать. И уверен, весна и уже лето пройдет прямо в такой мега-активной фазе. И постараемся наверстать все то, что было упущено. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.